Музыка Мы открыли коробку с пеленальным столиком, комодиком. Виталик в шоке. Он не умеет это все собирать. Тут еще одна коробочка. Ну как-нибудь, зай. Давид сказал, ну нафиг, и вызвал мужа на час, который будет нам собирать сейчас комодик. Приедет, точнее, и будет собирать комодик. Музыка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все, я сделала йогу, как вы видели, немножко для беременных попробовала, по крайней мере. И готовлю на ужин. Здесь у нас будет печенка куриная в сливках, в сметане. И будет картошка-пюре. И еще я здесь сцеживаю воду для того, чтобы сделать компотик. Сцеживаю фильтры, потому что у нас в городе стала просто ужаснейшая вода. У нас поменялся управляющий водоканали. Весь город жалуется на ужасное состояние воды. Она вся желтая. Даже набираешь ванну, она вся желтая. У всех стоят фильтры, просто не процеживают воду. То есть вот я налила... Запотел. Налила фильтр. Он уже сцеживает, я не знаю, очень долго. То есть вот эта вот штука, она быстро засоряется и плохо сцеживает. И такая обстановка у всех. Я здесь размораживаю ягодки. Здесь чуть-чуть крыжовника, слива, абрикос. Потому что у меня вот столько яблок. И мне их нужно куда-то деть, потому что они уже вянущие такие. И я решила сделать компот наварить. Потому что компот я люблю пить. И полезно к тому же. Ну все, еда готова. Картошечка готова. Печеночка готова. И компот. Остывать будет. А я пошла прогуляться. Потому что я сейчас стараюсь много гулять. Хотя мне уже очень тяжело становится это делать. Но все равно я стараюсь ходить на прогулки. Либо одна. Либо с девочками. Которые жаждут со мной погулять с черепахой. Что привела себя немножко в порядок. Сделала в принципе достаточное количество дел сегодня. И можно прогулять. Вот такой вот у нас комодик. Но на самом деле я это видео записываю двумя днями позже. Чем на самом деле нам собрали комод. Я сейчас хочу его помыть. Привести в порядок. Потому что комод этот нам доставили прям с производства, с завода. Только грубо говоря его нарезали дощечки и все такое. И он еще такой в некоторых местах грязненький. Таким образом раскладывается. Правда нам еще нужно купить матрасик на столик. В общем буду мыть его сейчас. Вот видите всякие грязнушки такие есть. Мы ждем на самом деле сейчас кроватку. Кроватка нам должна прийти где-то 20 марта. Еще нам нужно будет вот этот шкаф отсюда убрать. Потому что я и не хотела чтобы он здесь стоял. Он будет стоять вот в этом углу. Уберется вот этот столик. Разберется. Мы его отнесем к родителям витальным. Они его заберут. Ну и соответственно вот эта сушилка отсюда тоже уберется. Берутся коробки. И разберется вот это все. Будет красиво. Так что да надо этим всем заниматься. Но так получается сейчас что у нас на работе. И теперь Виталик там будет сидеть с утра до ночи. Как раз тот самый месяц когда мне нужна его помощь. Я без него вообще здесь ничего не сделаю. Это прям раздевательство какое-то. То он работал то вот сейчас вот так вот. И у меня все стоит. Ничего не движется. То что мне нужно сделать здесь по дому. Расставлять уже все. Готовиться. Бесит просто жесть как. Еще у нас приключилась. Приключилась очень неприятная история. Со сборкой комодика нашего. Когда он нам пришел мы посмотрели и поняли. Что достаточно будет нелегко его собрать. Тем более вид особо такими вещами не занимается. Ну то есть он прям был очень детально разобран. Все шурупчики были просто в отдельном пакетике. И все. И мы подумали может быть вызвать человека который это соберет. Ну там за тысячу рублей максимум. И все. Мы начали искать в интернете. И наткнулись на объявление. Мол муж на час. Знаете такие объявления которые приходят. Там что-то делает по дому. И все. Значит мы вызвали человека. Нам сказали по телефону что это не будет дороже тысячи рублей. Приехал. Нам собрал. Садится. Пишет цену. И говорит нам. С вас 7700. 7700. Мы такие. Че? Мы естественно такие деньги не отдали. Мы отдали 2000. И все как мы сказали. Ребят. Идите отсюда. Лучше правда идите. И нам сказали вот там будет фирма звонить. Он на следующий день выясняет. Почему вы нам не заплатили такие деньги. Но это смешно. 7000 за сборку вот этого комодика. Так что будьте аккуратнее. Сейчас этих мошенников на каждом шагу. На следующий день нам никто не позвонил. Так и не разбирался. И ничего. Развод. Развод. Еще раз развод. Еще кстати говоря я переделала маникюрчик сегодня. Отрезала свои когти. Сделала вот такие вот коротышки. Но я кстати еще перед родами как бы планирую что я еще попаду на маникюр. И сделаю еще короче. Но моя мама меня родила на 36 кажется неделе. А у меня сейчас идет 35. Поэтому никто ни от чего не застрахован. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну что ж. Все. Помыла. Отдраила. Решили остановиться на нем. Потому что это комодик трансформер. Я вам здесь оставлю картинку. То есть это может быть просто комод. Когда она уже повзрослее будет. Для ее какого-нибудь там нижнего белья и так далее. И маленький столик. Вот эту верхнюю часть мы можем потом перестроить на вот этот столик. Где она там сможет рисовать, заниматься своими делами. В общем нам понравился очень этот вариант. Также можно вот эту штуку как бы снять. Если она не нужна. Мы остановились на нем. И я оставлю даже ссылочку в описании. Ну потому что знаю, что будете спрашивать про него. Всем доброе утро. Я уже с утра нажарила греночек. Из не совсем свежего батончика. Всегда так делаю. Я обожаю гренки. Кто тоже любит, ставьте лайк под этим видео. Еще у меня там подогрелся. Сейчас как раз остаточки роскоши. Вид готовила на днях пиццу. И я готовила на днях сырники. Ну как на днях. В общем нужно доесть. И вчера еще представляете. Я наготовила целую стопку блинов. Что-то я разошлась. Так что всем приятного аппетита. Кто тоже собирается кушать. Смотрите какую коробочку сегодня хочу раскрыть. Я знаю что там. Там очень милашная игрушка. Которую я надеюсь, что малышка будет спать. И полюбит ее с первых дней жизни. Такая именная игрушечка. В общем сейчас открою и покажу. Смотрите вот такой у нас зайка. Я уже распаковала. С такими огромными мягкими ушками. И с бантиком. А вот на этом ушке, на этом сердечке написано имя малышки. Вот поскольку мы его уже давным-давно выбрали. Мы уже сказали девушке, которая делала нам данного зайчика. И она вышла там имя. Так что вот такое вот милашество. Он такой мягкий, плюшевый. Смотрите какие у него глазки, реснички. Пуговка и носик. Как обычно в Интограме будет ссылочка. И еще мы сегодня разбирали огромную посылку с одеждой. Смотрите сколько много всего. Здесь и плеты, и теплый комбез, и шапочки. И вот такой вот кокон на замочке. Парочку слипиков. Три переленочки. В общем классная посылка пришла. Как видите не розовая. А то у нас будет мне кажется все розовое. Я поэтому специально взяла категорически не розовый цвет. Девчулечки, как я давно ждала того самого момента, когда мы хотела поставим комодик. И начнем обустраивать детскую. Чтобы я во всех удобствах и красоте начала показывать вам. Все что нам в последнее время приходит. И будет еще достаточно много приходить. Для малышки соответственно. Потому что, как я уже много раз говорила. У нас финишная прямая. И мы сейчас большими темпами готовимся к появлению. Появлению к ее. Поэтому закупаем все-все-все детское. Ну я думаю, что мамочки меня понимают. И у меня уже наверное с месяц точно лежит посылочка. Я переложила просто в такой же пакет. Смотрите сколько там вещей. Я хочу с вами поделиться, показать. Потому что красоты там очень-очень много. Я хотела это сделать в такой симпатичной обстановочке. Поэтому терпела-терпела. Пока поставим хотя бы комодик. Потому что вещички там все ну очень классные. Решила еще зайку поставить на фон. И кстати, после такого небольшого обзорчика. Я вам скажу приятный бонус от меня. Ну что ж, давайте начнем. Это сайт Lucky Child. Я оставлю ссылку в описании. На самом деле, я когда на него зашла. Я действительно залипла. Я взяла два вот таких вот полотенчика. Я думаю, что все знают о том. Насколько они нужны, чтобы заворачивать малышку, малышика. После купания вот с такой шапочкой. Я помню, что у меня подруги рожали и просили мне дарить им вот такие полотенчика. Поэтому я купила два таких с уголочками, с шапочками. Вот смотрите, получается. Один вот такой беленький, другой розовенький. Здесь ушки котика, а здесь ушки зайчика. Такая вот прелесть. Мне кажется, это даже побольше полотенчика. Прикольно. Естественно, нужно будет все постирать. Дальше будем смотреть в такой вот комплекте. Итак, здесь у нас, смотрите, какая милая игрушечка. Ой, ты, Боже мой. Можно будет даже фотографировать с ней. Очень хорошая идея для фотографий. Также идет шапочка. И виновник торжества. Это такая пеленка на замочке и на клепочке. Это на роз 62-68. Я знаю, что очень много мнений по поводу этих пеленок. Кому-то они подходят, кому-то они не подходят. Вот. Ну, у нас уже такие есть на всякий случай. Такой вот милашний комплектик. Кстати, он совет. Если честно, я уже вообще даже забыла, что я заказывала. Так частично помню, потому что посылка пришла уже давно. Соответственно, заказывала я тоже давненько. Это вот такой вот маленький бодик на 56-62. И смотрите, какой он милый. Lucky Child написано. Их лейбл. Он с коротенькими рукавчиками. Ну, прям такой бодик. И смотрите, что у него сзади. Крутые крылышки. Дальше. Вот такой вот милашный бодик. Мне очень он тоже понравился. Но не все же розовое брать, согласитесь. Поэтому я люблю как-то разнообразить. Гардероб для малышки. И беру не только розовое, хотя и розовое тоже беру. Вот. Но расстегивается на клепочках он сзади. Потому что здесь было бы, ну, согласитесь, некрасиво, если бы клепки были. Ну, прям для фотографий самое оно. Это вот такой наборчик из двух бодиков, но с длинными рукавчиками. Рост на 52-62. Тоже такие нежненькие, нейтральненькие оттенки. Здесь вообще очень удобно расстегивается. Смотрите, клепки спереди. Здесь сверху клепочки. Ну, и снизу, соответственно. Следующие разноразмерные вещи я, кстати, брала. Потому что сразу, чтобы на вырост было тоже, что носить. Детки растут очень быстро. И мне это пишут, я знаю. Вот, кстати, это уже на размерчик побольше. Ну, то есть на размеры побольше. 62-68. Вот такие два бодика. Они-то, кстати, классно в комплекте сочетаются. Но вот этот с горошком, посмотрите, мне кажется, он вообще очень милый. Вещи очень качественные. Прям на ощупь чувствуется, что прям фирменные. Везде, смотрите, у них такие лейблы. Их именные. Вот такой вот с улиточкой. Тоже хорошо расстегивается спереди. И вот такой с длинными рукавчиками. Также расстегивается спереди. Это оба на 62-68. Ну да, потому что это комплект из трех бодиков. Последний набор именно. Также из трех бодиков. Уже цвет такой, как он правильно называется. Бирюза, Тиффани. Очень обожаю такой цвет. Я, кстати, когда еще мы не знали пол, всегда говорила, что если у меня будет мальчик, будет детская вот такого классного цвета. Мне очень нравится этот цвет. Смотрите, вот такой бодик с львенками. И также с их именным таким декором. То есть видно, что прям дизайнеры, конечно, работают над одеждой хорошенько. Потому что везде написано их название. Качество прям очень классное. Это на рост 56-62. Вот этот классный тоже с жирафиком. Смотрите. И с длинным рукавчиком. Мне нравится, что у них наборы сочетаются. И два бодика с коротким рукавом, два бодика с длинным рукавом. Все, у нас осталась мелочевочка. Самое красивое я покажу в конце. Я уже это открывала в конце, которое будет весь. Я вообще умилялась полчаса точно. Взяла вот такую маленькую-маленькую-маленькую шапочку. Наверное, только на ее прям рождение беленькую. Шапочек у нас вообще почти нету. Точнее, это, наверное, единственная пока что шапочка. Царапочки такие. Кстати, очень вообще недорогие у них царапочки. Прям, я бы сказала, даже дешевенькие такие. Но по качеству классные на ощупь. И вот такие взяла розовенькие. В общем, я взяла белые царапки, которые ко всему подойдут, в принципе, ко всем комплектам. Но они как бы больше айвори, наверное, цвета. Потому что белый вот. И розовенькие. Потому что, в принципе, розовых вещей тоже недостаточное количество. И смотрите, то самое милашество, о котором я вам сейчас говорила. Это такой наборчик. Я прям сразу увидела какие-то фотографии классные. Особенно на лето. И это вот такие вот классные как бы шортики-трусики с такой юбочкой. И ободочками в комплекте. Смотрите, какая прелесть. Ну это вообще что-то с тем-то. Такой вот обзорчик был с данного сайта на одежду. А теперь небольшой бонус для вас. По промокоду LEVIT будет скидка 750 рублей на заказ от 1500 рублей. Данный промокод вводите в корзине маленькими буквами, когда уже завершаете ваш заказ. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok